Причист великий Аллах, есть такая проблема, вот помню женщину одну, причист Аллах, в Лондоне, вот уж у нее капитальные проблемы с джинами были. И когда я говорю капитальные проблемы, это, вот знаете, когда джин вселился в нее, с ней двое мужчин справиться не могли. Такая сильная она была, это вот как раз тот самый случай с джином уровня Майка Тайсона. Итак, приехал парень из Бангладеша. Тех, кто недавно из Бангладеша приехал, мы называем свеженькими. Свеженькими зовем. А вы, ребят, как зовете? Тех, кто недавно в вашу страну приехал. Новеньких, которые не так много знают. Как? Легковес? Ну давайте свеженькими их называть. И вот, значит, свеженький один такой приехал, говорит, я такие-то заклинания читаю, такие. И я того изгонял, этого изгонял. Вот, значит. И сын этой женщины зовет этого шейха, дескать, приходите, прочитайте какие-нибудь руки дома у нас. Ладно, шейх говорит, давайте, говорит, прочитаю, пришел. Домой к ним. Заходит в комнату, закрывает за собой дверь. Женщина сидит на кровати. Он начинает руки читать. Женщина ему в лицо рассмеялась. Джин внутри нее рассмеялся. Мол, это все, что можешь? Тот читал, читал, читал. А джин говорит, это все, что ты можешь? Давай, что там еще можешь ты? Давай, накидывай. В итоге, что получилось? Шейх ошибки допускал при чтении Корана. И джин поправлял его. Вот это тяжеловес. И вот смотрите, джины, смотри, ты можешь читать Коран. Но, честно говоря, есть такой момент. Если поступаешь ты по жизни не в соответствии с Кораном, джины над тобой смеяться будут. Ты будешь читать Коран, но джину будет все равно. Как в случае с этим. Джин его ошибки поправлял. Тот читает Суру Ясин. Джин говорит, не, не так читается, а вот так. Ну и вот, значит, шейх этот читал часа два. Употел уже. А джин в женщине говорит, ну, давай, давай, все, что умеешь, делай. В итоге шейх возвращается к ее сыну. Говорит, я много джинов видел, но такого в жизни не встречал. В итоге ничего не сделал. Бояться этого не надо. Потому что, если ты читаешь Коран, и живешь в соответствии с ним, я же говорю, помимо чтения Корана, надо намаз читать. Остерегаться запретного. И тогда ни один джин тебя не тронет. Не будет такого. К тебе они не приблизятся. И не забывайте тоже, если сила воли на уровне, это тоже их отпугивает. Есть у вас здесь, в Кейптауне, такая проблема, что люди любят ходить к колдунам. Да ведь? О боже, я знаете вам, что скажу? Это не так безопасно. Люди этого не знают. Люди по своей глупости идут к ним, к этим колдунам. Знаете почему? Когда вы к ним приходите, просите их помочь вам какую-то проблему решить. Они используют незаконные методы в своей практике, которые Аллах запретил. Они запретны по Корану и Сунне. Что это за методы? Они прибегают к помощи джиннов. Совершают многобожие. Приравнивают сотоварищей к Аллаху. Ради того, чтобы добиться помощи джиннов. Они поклоняются дьяволам. Вы знаете, что они делают? Да убережет от такого Аллах. Они закапывают Коран под туалетом. Или приносят какие-то страницы Корана на кладбище. Совершают сатанинские обряды там ночью. Эти колдуны совершают мерзкие вещи по отношению к нашей религии. Например, обесчестить Коран. Они делают такие вещи, которые для нас с вами омерзительны. Они берут курицу или еще кого-то. Они берут курицу или еще кого-то. Они берут кровь и льют ее на голых людей. Совершают колдовские ритуалы. Ходят вокруг этих голых людей. Много всякой грязи они делают. И когда они такое делают, на это все слетаются духи. Этим они притягивают злых духов, то есть дьяволов, джиннов, шайтанов. Разговаривают с ними. Бывает, что один из этих людей одержим джином. Вот так они и вступают в контакт с этими духами. После этого они ловят этих духов. Пленяют их. Это один из вариантов, когда с джинами на связь выходят. Или человек поклоняется дьяволом, делая дьявола своим господином. Два варианта. Либо человек делает дьявола своим господином, либо делает джинна своим пленником. И заставляет джинна работать на себя. Так вот. Если вы приходите к колдуну, говорите ему, мол, так и так, я хочу, чтобы ты что-нибудь плохое сделал такому-то человеку. Тогда он привязывает какого-то джинна к тому человеку. В Коране говорится о колдовстве. Они обучались у них тому, как развести мужа с женой. Если кто-нибудь из сидящих здесь, когда-нибудь ходил к какому-то колдуну, шел с конкретным намерением, например, развести мужа с женой, или чтоб колдун что-то плохое какому-то человеку сделал. Если вы целенаправленно это делали, зная, что это колдуны, и при этом считая дозволенным это делать, вы потеряли свою веру. Вот я вам как есть говорю. Если вы считаете дозволенным это делать, ваш эман аннулируется. Вы входите в куфор. Вы входите в неверие. Если вы идете к колуну, чтоб он навредил кому-нибудь, вы преступник. Даже если человек несправедливо поступил с вами, вас это не оправдывает. И еще что происходит? Это выходит тебе боком. Каким образом? Ты должен понимать, если играешь с огнем, можешь обжечься. Понимаете? Например, человек пошел к колдуну, попросил порчу навести на кого-то, колдун направляет джина к жертве, джин начинает его мучить, жертва находит экзорциста, кого-нибудь. Кто изгоняет джинов? Экзорцист Коран читает, и джину становится больно, и джин может отомстить тому, кто пошел к колдуну, чтобы навести порчу. Самому заказчику этот джин может отомстить. Поймите. Бывает, человек идет к колдуну, тот говорит, это будет стоить столько-то, тот ему платит. Потом колдун просит больше денег, тот приносит, он просит снова, еще больше просит. И когда человек отказывается платить, в итоге колдун может натравить джина на самого заказчика. И так бывает. А бывает, что человеку только кажется, что с ним что-то не так, в то время как все нормально. Колдун посылает джинов, чтоб они закопали амулет, например, в саду вашего дома. Я вам про реальные случаи рассказываю. Колдун посылает джина закопать, например, какой-нибудь скрученный листок со специальными надписями. В итоге человек к колдуну приходит, не зная об этих листах. Колдун говорит, иди в свой сад, в такое-то место, и там найдешь то-то и то-то. Или бывает, что человек может такое закопать. А иногда колдуны отправляют джинов это закопать в саду, чтоб ты поверил в то, что он хочет. Друзья мои, если вас беспокоит какая-то проблема, то, во-первых, сходите к хорошему врачу. Может быть, у вас в организме просто что-то не так. Во-вторых, если врачи разводят руками и хотите к шейху пойти, найдите хорошего, чтоб он почитал, но его непросто найти. Если не найдете, читайте Коран сами. Чем больше будете читать, тем меньше проблем у вас будет. Если вас беспокоили джинны, вы начали читать Коран, они еще сильнее начали беспокоить. Не останавливайтесь. Читайте снова и снова, и увидите, проблема уйдет.